Итак, уважаемые, очередное видео. Пришло время рассказать об интересных вещах, которые, как всегда, интересуют всех пчеловодов. Разные направления, вплоть до того, кто как развился, тот и делится опытом. Итак, первое, прочитаю я обмен опытом, делятся читатели 1956 года, номер 9, пчеловоды и читатели, номер 9, 1956 года. В свое время делились, как предотвратить слет пчел при перевозке их на близкое расстояние. Это весьма интересно, поэтому мы постараемся выслушать внимательно. Общеизвестно, что при перевозке пчел на расстояние ближе 4-5 километров, значительное количество пчел слетает на прежнее место. Однажды я вывез своих пчел на медосбор за 5 километров от места прежней стоянки ульев. Учитывая, что пчелы могут возвратиться, я оставил на пасеке 3 улья без пчел, но с рамками суши на старом месте. Вместе со мной на то же место вывез пчел и пчеловод Уланов. Он тоже оставил на пасеке один порожний улей. При этом мы договорились, что литки для облета пчел откроем утром в 8 часов. На следующий день Уланов открыл литки ульев несколько раньше 8 часов, после чего он ушел отдыхать домой. Я же перед открыванием литков снял с ульев крыши под холстик, а затем и в литок каждой семьи пчел пустил несколько клубов дыма из дымаря. То есть еще литки не открывал, но поддымил улья пчел. Затем снова надел крыши на ульи, при этом небольшая часть холстика оставил отогнутой. Наполнив зобики медом, пчелы вскоре стали вылезать из ульев через литок и буквально облепили всю прилетную доску и переднюю стенку улья. То есть потом он открыл литок и пчелы стали через литок вылазить. Многие из них сразу же поднимались в воздух и кружились недалеко от улья. Было очевидно, что они совершают ориентировочный облет. На второй день, осмотрев пчел, мы установили, что семьи уланова заметно ослабели, а мои остались в прежней силе. В мои ульи, оставленные на прежнем месте, ни в день облета, ни в последующие дни пчелы не возвратились. В ульи же, оставленном улановом, оказалось огромное количество слетевших пчел. Стало очевидно, что мои пчелы в результате окуривания их перед облетом не возвратились на старое место. А пчелы уланова, который открыл литки ульев без предварительной подготовки пчел, в массе своей вернулись на старое место. Вот такой небольшой опыт при перевозе на небольшое расстояние до 4-5 километров. Может, кому-то это понадобится. Возможно, что это сработает вам на пользу. Итак, друзья, еще одно интересное направление. Об осушке маломедных рамок делится один читатель. Я сейчас прочитаю. Да, в пчеловодстве часто остается очень много маломедных рамок. Ну, их ни туда, ни сюда, и на зимовку поставить, и на сохранение. Что с ними делать? Ну, вопрос стоит. Иногда некоторые читатели, вернее, не читатели, а зрители, задают и мне вопросы, и в других видео я вижу задать вопросы. То я нашел интересным прочитать эту статью, каким образом осушиваются рамки. В журнале пчеловодства номер 12 за 55-й год Лысак писал об осушке рамок, положенных плащмя в надрамочное пространство. Было такое у них там описание. Но он описывает совершенно другое направление. По нашим наблюдениям, пчелы выбирают мед из положенных рамок лишь в том случае, если в подкрышнике есть щели, через которые стремятся проникнуть к меду чужие пчелы. Своим поведением они возбуждающе действуют на пчел-хозяева и заставляют тем самым быстрее переносить корм из положенной рамки в гнездо. В своей практике мы установили, что если чужие пчелы чувствуют запах меда, но проникнуть к нему им не удается, воровство на пасеке не развивается. Даже число пчел, стремящихся проникнуть к меду, не увеличивается. У себя на пасеке мы пользуемся следующим способом – осушки маломедных рамок. На улей ставим дополнительный корпус и помещаем в него маломедные рамки, но не более 11, по-видимому 12-рамочные улей или 13. Сверху кладем чистую металлическую сетку, частую металлическую сетку, частую, мелкую точнее. Для выхода пчел из гнезда к маломедным рамкам холстик слегка отгибаем. Сетка должна прилегать к корпусу плотно, чтобы не дать возможности проникнуть в улей чужим пчелам. Работу эту мы выполняем вечером, ночью пчелы почти не работают по переносу меда в гнездо. Но с наступлением дня, когда пчелы хозяева увидят сквозь сетку свет, и около этой сетки чужих пчел, они с необыкновенной активностью включаются в работу по осушке рамок. Чтобы свет проникал в улей, мы частично сдвигаем крышу. То есть и пчелы туда могут залезть в чужие воровки, но они через сетку не могут пролезть, и свет попадает. Могут подумать, что этот прием будет раздражать пчел и привлекать пчел воровок. Опыт показал, что в таких случаях воровок и близко не бывает улитка ульев. В небольшом количестве они бывают лишь сверху сетки, пытаясь проникнуть в улей. Но поскольку пчелам-ворокам не удается набрать меда, число их не увеличивается. Вечером, ровно через одни сутки, мы убираем пустые рамки, и эти семьи остаются в полном покое. Описанный способ мы применяем около 20 лет и не собираемся от него отказываться. Курская область, Медвенский район, Сотников написал. Итак, друзья, я думаю, что это весьма интересный способ. Удобный, простой, можно проверить, работает, не работает. Я не проверял. Ну, это написано, я решил интересный материал предоставить вам, друзья. Так, еще и один интересный материальчик предоставлю вам, друзья. Перевозка пчел в контейнеры. Обыкновенный контейнер грузовой, в котором перевозятся вещи по железной дороге. Вот, или в Америке перевозят даже на машинах. То есть, контейнер. Осенью 1954 года я решил перевезти пчел из Воронежской области на Кавказ. Рассчитывая, что там до наступления холодов они после перевозки еще сумеют облететься. Мне было известно, что по общим правилам перевозки пчел разрешается летом в вагонах-ледниках с охлаждением, а в зимний и переходной период в крытых вагонах при приводниках-отправителях. Но, несмотря на это, я решил перевезти пчел в контейнере. Такую перевозку мы предприняли в ноябре из города Калача, Воронежской области, в город Майкоп, Краснодарского края, на расстоянии 1190 километров. Пчелы находились в пути 20 дней. Всего было погружено в контейнер 11 пчелиных семей, вместе с оборудованием и домашними вещами. Прибыл на место, пчелы хорошо облетались и благополучно вышли из зимовки в 1955 году. Головченко написал эту статью. Итак, друзья, возможно, кому-то это понадобится, весьма интересно. Так, друзья, до встречи, до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Удачи вам, хорошей зимовки! Субтитры создавал DimaTorzok